Петропавловской женской колонии прошел мастер-класс для осужденных, которые трудятся в швейном цехе. Его провел социальный предприниматель, ментор и бизнес-коуч Медиароматов. Я рассказываю интересные вещи о мышлении, о планировании. Тут не связано напрямую с бизнесом, тут связано больше с раскрытием своего личного потенциала как человека. Тогда уже приходится думать о том, как я буду жить, к чему я буду стремиться, как я буду работать, как я буду учиться. Женскую колонию Петропавловска Медиароматов приехал во второй раз. Дизайнер одежды Зарина Черняева, открывшая в учреждении швейный цех, рассказала, что после подобных мастер-классов женщины чувствуют сильную мотивацию трудиться. Когда я пригласила Медера, я увидела очень положительную динамику. Девушки изменились и как внешне, и так внутренне. То есть изменилась обстановка в цеху. Девочки стали вести записи, у них появились больше мотивации. Совместно с фондом Евразии, Центральной Азии и Юсаидом мы организовали короткосрочные курсы для девушек. И были выделены грантовые средства. Мы закупили оборудование. И в июне месяце я начала курсы и себе уже отобрала девушек для трудоустройства. Работа оплачивается по контракту сдельно. 42-летняя Алиса Кондратьева трудится в швейном цехе. Женщина честно призналась, что до прихода сюда шить вообще не умела. Дело, которым она занимается, ей нравится. И она связывает с ним планы на будущее. Снимать в аренду сначала небольшое ателье, взять туда машинки, разный оверлок. Взять девчат, сотрудниц несколько обязательно. В общем, там не только, чтобы делать по подшиву, например, подшить, подрезать все, но и самим индивидуальным подходом, придумывать, например, также нижнее белье, спортивные костюмы и придумывать что-то свое. И также рядом отдел какой-то по продажам. Сейчас в швейном цехе трудится 6 человек. В этом году здесь планируют обучить как можно больше женщин. Дарья Пашмынцева, Ринат Шамшуддинов, МТРК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова